Третье февраля на календаре 11.34 в Москве, и я приветствую всех тех, кто хочет оставаться в курсе новостей, и тех, кто не хочет быть застегнутым врасплох погоды. Меня зовут Александр Кохлов, и мы начинаем, начинаем прогнозировать. Итак, каким будет сегодняшний день? Чтобы узнать это, мы посмотрим на карту атмосферного давления. Разумеется, атмосферное давление – это начало всех начал. Локомотив, так сказать, погодных изменений. Итак, что мы видим? Циклон приблизился к нашему московскому региону, но циклон этот ослабевающий и, прямо сказать, умирающий. Давление в его центре поднимается, но, тем не менее, он продолжает оказывать влияние на погоду у нас. Что будет у нас с осадками? Сегодня я вам скажу, они будут малоинтенсивные, непродолжительные по всей московской области. И в Москве, в Москве, возможно, даже осадки в виде снега с дождем. Завтра же, в субботу, выходной день будет таким. Циклон будет ослабевать, но по-прежнему вот эта вот барическая ложбина, которая от него останется, будет влиять на погоду. И у нас будут осадки по московской области. Также в виде снега и кое-где мокрого снега. В воскресенье осадков станет значительно меньше, потому что то, что осталось от циклона, совсем ослабнет. И уже давление у нас повысится, будет влиять на нас барический гребень. Давайте посмотрим, что у нас будет со снегом, со снежным покровом. Итак, смотрим в столице. Высота снега на сегодняшний вечер составляет, на сегодняшний день составляет 20 сантиметров. На самом деле это маловато, потому что в среднем в эти числа фиксируется, фиксируется примерно 35 сантиметров снега. Ну что можно сказать, январская оттепель дала о себе знать. Ну а теперь давайте посмотрим на карту с температурой. Все правильно. Сегодня, пятница, 3 февраля, вот какие у нас показатели. Плюс 1 градус в столице, а так везде по области по нулям. В Москве, как я уже сказал, снег с дождем возможен в вечернее время. А и также везде снег, и день ожидается быть, день будет пасмурным. Но не обольщайте сильно. Вот эти вот 0 градусов плюс 1 градус, это не африканское тепло. Потому что возможны порывы ветра до 7 метров в секунду, и влажность у нас по-прежнему высокая. Она составляет порядка 70-85 процентов, поэтому стоит утеплиться, и эта температура будет ощущаться не как вот плюс 1, 0 градусов. Она будет ощущаться порядка минус 4, минус 5 градусов. И, кстати говоря, минус 5 градусов это климатическая норма для этих чисел. Так что можно сказать, мы попали. Значит, с Москвой, Московской областью мы разобрались. А теперь давайте проверим, как обстоят дела с погодкой-то в других уголках нашей планеты. Горнолыжные курорты Сочи накрылась снегопадом. На склонах выше 2200 метров высота снежного покрова составляет 144 сантиметра. За ночь сугробы подросли на 14 сантиметров. Еще неделю назад в Сочи испытывали серьезный дефицит в осадках. Мы рассказывали, как для исправления ситуации горнолыжный курорт приглашал сибирского шамана. Он должен был вызвать снег. Вот, судя по этим кадрам, со своей задачей он справился. Вместе со снегом на горнолыжный курорт в Сочи заглянул бык. Каким образом он оказался прямо на склоне, сначала было непонятно. Животное неслось по спуску на хорошей скорости, не замечая людей. В пресс-службе курорты успокоили, сказали, что никто не пострадал. Специалисты быстренько выдворили быка с трассы и изолировали. Он мог попасть в компанию лыжников и сноубордистов с Пазбич, которые находятся на территории Сочинского нацпарка. В пограничной зоне России и Грузии из-за сильного снегопада запретили движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказск-Верхний Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации. Синоптики отмечают, что в ночь на пятницу по всему Северному Кавказу наблюдались обильные снегопады. В флагштоке вон в дугу. Их не видно в флагштоке даже. Не видно ни флагштоков, ни соседних домов. Курильские острова накрыло мощным циклоном. Регион терзал, ураганный ветер и сильная метель. На острове Кунашир пришлось отменять занятия в школах, а жители попросили не выезжать за пределы населенных пунктов и лишний раз не выходить из дома. В такую погоду действительно не захочется высовывать нос за дверь. Аквариумные рыбки от такой качки не в восторге. Им же не объясни, что такое природный катаклизм. Момент землетрясения магнитудой в 6.0 попал на камеры видеонаблюдения на Филиппинах. Люди максимально быстро эвакуировались из торговых центров, обошлось без пострадавших. Землетрясения на Филиппинах, особенно в ближайших океанических водах, довольно это частое явление. Это обусловлено тем, что территория находится в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца. Американский народный метеоролог Сурок Фил из города Панксанктони предсказал позднюю весну. Согласно обычаю, Фила рано утром 2 февраля достают из норы, чтобы предсказать ранний или поздний приход весны. Если зверек испугается своей тени и побежит обратно, то зима будет длиться еще 6 недель. Вот так и произошло в этом году. Это Сурок Филимон из приюта Белоснежки в Ленинградской области. Он не согласен со своим американским коллегой. По его прогнозам, зима будет ранняя. Грызун не испугался своей тени и вообще был готов броситься в бой. Нет, ну а действительно, Америка или мы, ну это разные континенты. Как весна может прийти в одно и то же время. Так что, если мнения Сурков, метеорологов не сошлись, ну, на это есть основания. А теперь давайте узнаем, что у нас будет с погодой в субботу и в воскресенье. Начнем с субботы. Итак, будет чуточку холоднее, чем сегодня. Смотрите, в столице днем 0 градусов, так же, как и на востоке. Минус 1 у нас на севере Московской области, минус 1 на юге. И холоднее всего у нас будет на западе Московской области. Ночью столбик термометра опустится до минус 5, днем до минус 3. Также у нас по области ожидается кратковременные осадки. В Москве снег с дождем. В воскресенье ситуация выглядит следующим образом. Итак, смотрите, в столице стало холоднее, будет минус 2 градуса, так же, как и на западе и на востоке. Минус 1 градус у нас будет на севере Московской области. И минус 3 у нас будет на юге. Также будут осадки, но их будет значительно меньше, чем в ту же субботу. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Увидимся совсем скоро. Пока-пока. Привет всем метеолюбителям. Меня зовут Александр Хохлов. Это погода на телеканале 360. Необычная погода, скажу я вам. Мы здесь не только прогнозируем, но мы еще говорим о погоде непосредственно, находясь на улице. То есть сейчас-то, да, я в студии, но уже следующий выпуск. Я буду дежурить в Москве в необычном месте. Такая будет загадка, пока подвешу я. Чтобы знать о погоде, чтобы говорить о ней, нужно за ней непосредственно наблюдать. И для этого у нас есть метеорологическая станция и прочие приборы, с помощью которых мы рассказываем об атмосферном давлении, конечно же, о температуре воздуха, об его влажности, скорости ветра, направлении, осадках. Ух, сколько всего мы вам рассказываем. Ну, а пока я вам хочу рассказать о том, о чем можно рассказать из студии. Я хочу вам показать карты. Дайте мне карты в руки, буду предсказывать погоду. Нет, предсказывать не буду. И в руки мне их давать не нужно, потому что они у нас здесь есть, на нашей плазме. Итак, карты атмосферного давления. На сегодняшний день ситуация выглядит вот так. Москва, Московская область, видим, да? И около нее находится буква Н. Это циклон, который пришел к нам за северо-западо. И циклон, я вам скажу, ослабевший и, прямо таки сказать, умирающий. И давление в его центре возросло. Но, тем не менее, он по-прежнему оказывает влияние на погоду в нашем регионе. Так, давайте смотреть, что сегодня будет у нас с осадками. Осадки у нас будут следующего характера. Сегодня малый, интенсивный и непродолжительный. В некоторых местах, возможно, дождь со снегом. А так, преимущественно, у нас снегопады небольшие, как я уже сказал. Итак, а теперь давайте заглянем в ближайшее будущее. Выходные. Итак, в субботу утром, посмотрите на карту осадков. Ну, вот эти вот бледно-бледные голубые пятнышки опять на наших картах. Что свидетельствует о том, осадки у нас будут не интенсивные, поскольку циклон, хотя он умирающий, но он превратится у нас таким легким движением руки циклонические, превратится у нас в барическую ложбину и спустится у нас на юг региона. И вот осадки здесь и сконцентрированы. А в воскресенье этих малоинтенсивных непродолжительных снегопадов будет еще меньше, потому что циклон от нас, вот эта барическая ложбина, еще отдалится. И влияние на нас будет уже оказывать зона высокого атмосферного давления, так называемый барический гребень. И вуаля, ну, посмотрите, осадков практически в воскресенье не будет. Ну, возможно, снежок небольшой. Кое-где снежок с дождем. Так, давайте посмотрим теперь на карту снежного покрова. 20 сантиметров столицы маловато, скажу я вам. Обычно в эти дни фиксируют порядка 35 сантиметров. Ну, январская оттепель, что вы хотите? 20 сантиметров и на том спасибо. Так, давайте теперь посмотрим на карту с... Правильно? С температурой. Сегодня в Москве пятницу 3 февраля температура днем плюс 1 градус. Также будет плюс 1 вечером в столице. Днем будем наблюдать небольшой снежок, вечером уже снег с дождем. А в остальных направлениях, посмотрите, температура будет колебаться в районе 0 градусов. Но на Западе вечером до минус 1 она опустится. Также день обещает быть у нас пасмурным. Ну, что ж, с Москвой и Московской областью мы разобрались. Теперь полетели. Полетели-ка в Сочи на горнолыжный курорт. Горнолыжный курорт из Сочи накрылась снегопадом. На склонах выше 2200 метров высота снежного покрова составляет 144 сантиметра. За ночь сугробы подросли на 14 сантиметров. Еще неделю назад в Сочи испытывали серьезный дефицит в осадках. Мы рассказывали, как для исправления ситуации горнолыжный курорт приглашал сибирского шамана. Он должен был вызвать снег. Вот, судя по этим кадрам, со своей задачей он справился. И вместе со снегопадом на горнолыжный курорт в Сочи заглянул бык. Каким образом он оказался прямо на склоне, сначала было непонятно. Животное неслось по спуску на хорошей скорости, не замечая людей. В пресс-службе курорты успокоили, сказали, что никто не пострадал. Специалисты быстренько выдворили бык астрас и изолировали. Он мог попасть в компанию лыжников и сноубордистов с пастбищ, которые находятся на территории Сочинского нацпарка. В пограничной зоне России и Грузии из-за сильного снегопада запретили движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ-Верхний Ларс. В направлении на выезд из Российской Федерации синоптики отмечают, что в ночь на пятницу по всему Северному Кавказу наблюдались обильные снегопады. Не видно ни флагштоков, ни соседних домов. Курильские острова накрыло мощным циклоном. Регион терзал, ураганный ветер и сильная метель. На острове Кунашир пришлось отменять занятия в школе, а жителей просили не выезжать за пределы населенных пунктов и лишний раз не выходить из дома. Да в такую-то погоду действительно не захочется высовывать нос за дверь. Аквариумные рыбки от такой качки не в восторге. Им же не объяснишь, что такое природный катаклизм. Момент землетрясения магнитудой 6.0 попало на камеры видеонаблюдения на Филиппинах. Люди максимально быстро эвакуировались из торговых центров, обошлось без пострадавших. Вообще землетрясения на Филиппинах, особенно в близлежащих океанических водах, довольно частое явление. Это обусловлено тем, что территория находится в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца. Американский народный метеоролог Сурок Фил из городка Панцантони предсказал позднюю весну. Согласно обычаю, Фила рано утром 2 февраля достают из норы, чтобы предсказать ранний или поздний приход весны. Если зверек испугается своей тени и побежит обратно, то зима будет длиться еще 6 недель. Вот как и произошло в этом году. Ну, Фил, скажи всем привет. А это Сурок Филимон из приюта Белоснежки в Ленинградской области. Он не согласен со своим американским коллегой. Вот по его версии весна будет раннее. Грызун не испугался своей тени и вообще был готов броситься в бой. Да, ну, я-то надеюсь на раннюю весну. А вообще, вот что касается американского Сурка, его поклонники утверждают, что прогнозы верны в 70-90% случаев. Ну, что ж, время покажет. Могу развести руками пока что. А что, я вам покажу здесь на карте. Нет, не с Турка, Фил, я покажу карту с нашим прогнозом на завтрашний день. Суббота, 4 февраля. Итак, мы видим в Москве 0 градусов, так же, как и на востоке Московской области. Чуточку холоднее у нас будет на юге, минус 1 градус днем и вечером минус 1 градус. И прохладнее всего у нас будет на западе Московской области. Минус 3 градуса днем и ночью до минус 5 опустится столбик термометра. Снегопады непродолжительные, небольшие по всему нашему региону. И в Москве снег с дождем. Обращаю ваше внимание. В воскресенье барическая ложбина будет от нас отдаляться южнее. На нас будет влиять барический гребень, зона высокого атмосферного давления. И, соответственно, осадков у нас с вами будет меньше. Давление будет расти, оно будет выше нормы. Порядка 750 миллиметров ртутного столба. Итак, что мы здесь видим? Вот и холоднее из-за этого становится. В столице минус 2 градуса, так же, как и на востоке Московской области, днем минус 2, и на западе минус 2 градуса. Минус 3 градуса у нас будет на юге Московской области и минус 1 градус на ее севере. Небольшие непродолжительные снегопады. По всему региону пасмурная погода. Ну что ж, обо всем я вам рассказал, о погоде на сегодня и на завтрашние дни. Если подытожить, то, говорю так, будет немного холодать, и давление будет повышаться. Ну что, теперь беру ключи от своего погодом мобиля, снаряжаюсь до зубов метеорологическим оборудованием и еду патрулировать на предмет погоды. Нашу столицу. Все, пока. Увижусь с вами с улицы. Привет-привет! С вами часовой погоды Александр Хохлов. И это передача «Эксперимент», где мы не только прогнозируем, но и с профессиональным метеооборудованием рассказываем о самых важных погодных показателях. Итак, сейчас температура воздуха в Москве, в московском зоопарке, составляет плюс полтора градуса ветра. Сейчас нет, чашечки анимометра не колышутся. Влажность высокая, 85% и атмосферное давление 742,2 мм ртутного столба. Вы мне скажите, а почему ты приехал в зоопарк? Я вам отвечу. 3 февраля отмечается Международный день кормления птиц, потому что конец января, начало февраля – это по статистике самое холодное время. Да, сейчас не шибко-то холодно, но праздник-то мне очень понравился. И вы посмотрите, какое количество птиц за моей спиной. Я так понимаю, это потому что здесь праздник кормления птиц отмечается каждый день, и по несколько раз разобраться со всем нам поможет Елена Александровна. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, зимой здесь их больше, чем летом. Я был летом, их было гораздо меньше. Да, действительно, зимой становится больше гораздо. Летом они расселяются по окрестным водоемам, те птицы, кто может летать, а на зиму собираются в зоопарк. Здесь безопасно, кормят, остается незамерзающая полынья. Чем лететь куда-то за многие тысячи километров на другой континент, они предпочитают зимовать здесь. Действительно, вот какие-то бурлящие фонтанчики можно разглядеть через березу. Это вот благодаря этому они могут и плавать. Да. Кто здесь есть? Конечно, всех не перечислить, но хотя бы самых-самых. Ну, самые заметные белые лебеди, лебеди-шипуны и рыжие утки, которых больше всего, это агари, которых завезли в московский зоопарк в буквальном смысле сто лет назад. Вот, и удерживали здесь насильственным образом. А теперь они прижились, никуда не хотят улетать. Кстати, вот эти вот агари, их можно увидеть не только в московском зоопарке. Мне кажется, они расселились по многим водоемам Москвы. Вот эти вот рыженькие уточки. Что еще интересно? Вообще, до весны, до календарной весны осталось-то совсем ничего, сколько 26 дней. Когда к нам вернутся птицы, которые от нас улетели осенью? Когда потеплеет. Те, кто улетели, возвращаются уже по погоде. Когда совсем потеплеет, оттают водоемы, появятся насекомые, можно будет кормиться. Ну что ж, понятно, понятно. Ну, а у вас сурки есть? В зоопарке сурки есть, они еще спят. Когда проснутся, на сайте вывесят новость. А вот вы знаете, некоторых сурков уже успели разбудить. Видимо, там, где потеплее. Да, да, да. Сейчас вот мы на этих бедолаг посмотрим. Они еще и погоду предсказывают. Включайте. Горнолыжные курорты Сочи накрылась снегопадом. На склонах выше 2200 метров высота снежного покрова составляет 144 сантиметра. За ночь сугробы подросли на 14 сантиметров. Еще неделю назад в Сочи испытывали серьезный дефицит в осадках. Мы рассказывали, как для исправления ситуации горнолыжный курорт приглашал сибирского шамана. Он должен был вызвать снег. И, судя по этим кадрам, со своей задачей он справился. Вместе со снегом на горнолыжный курорт в Сочи заглянул бык. Каким образом он оказался прямо на склоне, сначала было непонятно. Животное неслось по спуску на хорошей скорости, не замечая людей. В пресс-службе курорты успокоили, сказали, что никто не пострадал, специалисты быстренько выдворили быка-страссы и изолировали. Он мог попасть в компанию лыжников и сноубордистов с пастбищ, которые находятся на территории Сочинского нацпарка. В пограничной зоне России, Грузии из-за сильного снегопада запретили движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ-Верхний Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации. Синоптики отмечают, что в ночь на пятницу по всему Северному Кавказу наблюдались обильные снегопады. Флагштоки вон. В лугу. Их не видно в флагштоке даже. Не видно ни флагштоков, ни соседних домов. Курильские острова накрыло мощным циклоном. Регион терзал ураганный ветер и сильная метель. На острове Кунашир пришлось отменять занятия в школе, а жители попросили не выезжать за пределы населенных пунктов и лишний раз не выходить из дома. В такую погоду действительно не захочется высовывать нос за дверь. Аквариумные рыбки от такой качки не в восторге. Им же не объяснишь, что такое природный катаклизм. Момент землетрясения магнитудой 6.0 попало на камеры видеонаблюдения на Филиппинах. Люди максимально быстро эвакуировались из торговых центров, обошлось без пострадавших. Землетрясения на Филиппинах, а особенно в близлежащих океанических водах, это довольно частое явление. Обусловлено тем, что территория находится в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца. Американский народный метеоролог Сурок Фил из города Панксатони предсказал позднюю весну. Согласно обычаю, Фила рано утром 2 февраля достают из норы, чтобы предсказать ранний или поздний приход весны. Если зверек испугается своей тени и побежит обратно, то зима будет длиться еще 6 недель, как и произошло в этом году. А Сурок Филимон из приюта Белоснежки в Ленинградской области не согласен со своим американским коллегой. По его прогнозам, весна будет ранняя. Грызун не испугался своей тени и вообще был готов броситься в бой. Пять секунд. Ага. Да, вот там сурки предсказывают весну, а вот у огоре она уже началась. Да, вполне началась. День стал длиннее, они разбиваются на пары, летают. Вполне весна. Ну, прекрасно. И вот с этим настроением давайте я вам спрогнозирую. Завтра температура по области будет от минус 2 до плюс 1 градуса. Пасмурный день, небольшие снегопады. В воскресенье будет чуточку холоднее и осадков будет чуточку да меньше, потому что атмосферное давление у нас будет расти. Ну, на этом, пожалуй, все. Пока. Привет, привет. С вами снова метеопостовой Александр Хохлов. И это погода на 360. Здесь мы не только прогнозируем, но и говорим о фактических метеопоказателях и также говорим о воздействии погоды. Но в этом выпуске мы будем говорить про воздействие не на нас, людей, а про воздействие погоды вот на этих прекрасных белых в черную полосочку или черных в белую полосочку или все-таки какие они, нам поможет разобраться Елена Александровна. Здравствуйте еще раз. Ну, на этом виде зебр, зеброгреви, полосочки темно-коричневые. Это лучше всего видно на солнышке. Вот раз. Ну, солнца-то сейчас нет и в ближайшие часы и даже дни мы его не прогнозируем. Но, тем не менее, скажите, вот сейчас метеостанция фиксирует температуру плюс 2-2,5 градуса. Они родом из Африки. Там температура порядка 20-30 градусов сейчас. Я не из Африки, мне сейчас достаточно прохладно. Каково им послежку-то бегать? Ну, видно, с удовольствием бегают. Мы с вами только что видели, как они играют. Они же не живут на улице при плюс 2 градусов круглосуточно. Они всегда могут уйти в помещение и погреться. А иногда выйти погулять в оттепель вполне хорошо. Да, да. Они очень бодро сейчас себя чувствуют. И, как мне сказали, что у них есть помещение, оно отапливается. И там температура порядка плюс 22-27 градусов. Ну, что-то маломальски приближенное к их Африке, к африканской температуре. Вот как они резво-то скачут. Да. Но на улице хорошо гулять. Все копытные живут под открытым небом. Так что для них естественно на улице гулять. Все-таки они большую часть суток сейчас находятся в помещении. А в морозы вообще не выходят на улицу. Так что, видите, радуются прогулки. Да, и сейчас же нет мороза. Но они, мне кажется, просто не знают, какая сейчас температура. Если я им скажу, они будут шокированы. Шокированы. Дорогие зебры, сейчас плюс 2,6 градуса по Цельсию. Не холодно ли вам после такой информации? Ой, так он на меня как-то посмотрел, как-то не по-хорошему. Мне кажется, я его шокировал. Давайте быстрее включать наш сюжет. Там мы поговорим про снегопады и про представителей животных другого рода. Смотрите. Привет всем, меня зовут Александр Хохлов. И на ваших экранах передача «Метеоэксперимент. Погода» на телеканале 360. Почему «Метеоэксперимент»? А потому что мы не только вещаем из теплой и уютной студии. Мы еще выезжаем на улицу. Познакомьтесь, кто не знаком, с профессиональной метеостанцией. И рассказываем обо всех погодных показателях. И прямо сейчас в прямом эфире наш метеоэкипаж прибыл на спортивный комплекс «Воробьевы горы». Чтобы покататься на лыжах и рассказать о погоде. И, конечно же, спросить. Сейчас плюсовая температура. Температура может подняться еще выше. Конечно, в ближайшие дни мы ожидаем минус. Но в теории, да, что у вас будет с спортивным комплексом? Снег не потает? Ну, благодаря достижениям современной техники и технологии у нас есть пушки, которые позволяют нам делать искусственное опыление склонов. И благодаря этим гранулам искусственного опыления снег способен лежать и при плюсовых температурах. Хорошо. А вот сейчас же мы этот снег, наверное, мы не сможем произвести. Температура со знаком «плюс». Он заготавливается заранее, как белочка орехи заготавливает. Вы заготавливаете снег? Да, конечно. И благодаря этому мы можем не только профилировать наши склоны, но и растаскивать снег, который мы готовим заранее, в случае необходимости. Либо таким образом поддерживать состояние наших склонов. Хорошо. А вот есть какое-то преимущество натурального снега над искусственным или ровно противоположное? Красота снежинок. Ага. Красота снежинок. А что касается скольжения? Ну, скольжение, конечно, оптимальное на искусственном покрытии, потому что даже для соревнований международного уровня предпочтение отдают. Не то, что предпочтение, а обязательное требование – это искусственное снижение склонов. Вот как здорово. Ну, прекрасно, прекрасно. Ну, что ж, попробую я попозже чуть-чуть съехать. Но для начала мне нужно рассказать о атмосферных показателях. Итак, что мы здесь фиксируем? Кстати, температура плюс полтора градуса у нас здесь на Воробьевых горах в спортивном комплексе. Влажность воздуха по-прежнему у нас высокая – 75% и атмосферное давление. Посмотрите, 739 миллиметров ртутного столба. Мы, как правило, находимся же на горах, и давление тут ниже. Вот час назад был в московском зоопарке, и там давление 744 миллиметра ртутного столба. Ну, правильно, находимся выше и меньше, что на нас сверху давит. Спускаемся вниз. Вот какое пространство воздуха. Еще бабац на макушку. Ну, конечно, мы этого давления не чувствуем. Все компенсируется внутренним давлением. Ну, а теперь давайте оценим видимость, которая за моей спиной, раз на горах мы находимся. Почему бы ее не оценить? Смотрите, Москва-Сити, 4,5 километров от нас. Видно, по-моему, прекрасно. Теперь перемещаемся чуть-чуть правее, и видим купол Храма Христа Спасителя. Да, видно вам? Вот, вот здесь вот, вот. Да, он находится в 6 километрах от нас. И самое главное, то, что тоже видно, это Останкинская телебашня. Над ней красуется триколор, флаг, и ее прекрасно видно. 13 с лишним километров. Так что можно сделать вывод. Видимость сегодня замечательная. Вчера видимость была порядка 12 километров, сегодня 13 с лишним километров. И идет небольшой снежок. Ну, а теперь я предлагаю с одного горнолыжного комплекса переместиться в другое. Посмотреть, как там делишки развиваются. Смотрите. Горнолыжные курорты Сочи накрылась снегопадом. На склонах выше 2200 метров высота снежного покрова составляет 144 сантиметра. За ночь сугробы подросли на 14 сантиметров. Еще неделю назад в Сочи испытывали серьезный дефицит в осадках. Мы рассказывали, как для исправления ситуации горнолыжный курорт приглашал сибирского шамана. Он должен был вызвать снег. И, судя по этим кадрам, со своей задачей он справился. Вместе со снегом на горнолыжный курорт в Сочи заглянул бык. Каким образом он оказался прямо на склоне, сначала было непонятно. Животное неслось по спуску на хорошей скорости, не замечая людей. В пресс-службе курорты успокоили, сказали, что никто не пострадал. Специалисты быстренько выдворили быка с трассы и изолировали. Он мог попасть в компанию лыжников и сноубордистов с пастбищ, которые находятся на территории Сочинского нацпарка. В пограничной зоне России и Грузии из-за сильного снегопада запретили движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ, Верхний Ларс, в направлении на выезд из Российской Федерации. Синоптики отмечают, что в ночь на пятницу по всему Северному Кавказу наблюдались обильные снегопады. Флокштоки вон. В ногу. Их не видно. В флокштоки даже. Не видно ни флокштоков, ни соседних домов. Курильские острова накрыло мощным циклоном. Регион терзал ураганный ветер и сильная метель. На острове Кунашир пришлось отменять занятия в школе, а жители попросили не выезжать за пределы населенных пунктов и лишний раз не выходить из дома. В такую погоду действительно не захочется высовывать нос за дверь. Аквариумные рыбки от такой качки не в восторге. Им же не объяснишь, что такое природный катаклизм. Момент землетрясения магнитудой 6.0 попало на камеры видеонаблюдения на Филиппинах. Люди максимально быстро эвакуировались из торговых центров, обошлось без пострадавших. Землетрясения на Филиппинах, а особенно в близлежащих океанических водах, это довольно частое явление. Обусловлено тем, что территория находится в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца. Американский народный метеоролог Сурок Фил из города Панксатони предсказал позднюю весну. Согласно обычаю, Фила рано утром 2 февраля достают из норы, чтобы предсказать ранний или поздний приход весны. Если зверек испугается своей тени и побежит обратно, то зима будет длиться еще 6 недель, как и произошло в этом году. Ну, Фил, скажи всем привет. А Сурок Филимон из приюта Белоснежки в Ленинградской области не согласен со своим американским коллегой. По его прогнозам, весна будет ранняя. Грызун не испугался своей тени и вообще был готов броситься в бой. Пытался я прокатиться, у меня не получилось. Крутой склон, нужна какая-то подготовка, но по крайней мере именно в этом месте. Итак, давайте-ка я лучше вам спрогнозирую. Завтра, о, снежок пошел, наконец, с ним поприятнее. Завтра температура воздуха у нас в нашем регионе будет от минус 2 до плюс 1 градуса. Небольшой снежок, давление будет у нас постепенно повышаться. В воскресенье ситуация будет следующая. Температура по области будет от минус 3 до минус 1. Как вы могли понять, в воскресенье будет чуточку, но прохладнее. И осадка в воскресенье будет поменьше. Но на этом пока что все. Я попробую надеть свою вторую лыжу и съехать, воспользуюсь положением. Не каждый день на Воробьевых горах бываю. Все, пока, увидимся из студии. Всем привет, метеопостовой Александр Хохлов снова с вами из теплой, уютной студии. А вот час назад я был на Воробьевых горах. Что я там делал? Расскажу. Мы с коллегами, в данном случае сегодня я, путешествовал с метеорологической станции на погодномобиле по Москве и рассказывал вам в прямом эфире обо всех погодных изменениях и, самое важное, о фактических показателях. Так, сегодня я выяснил, вообще температура колебалась от 1 до 2 градусов со знаком «плюс». Атмосферное давление составило 744 миллиметра ратутного столба, но по-прежнему ниже нормы, но постепенно повышается и влажность воздуха 70%, и ветер сегодня послабее, чем вчера. Вчера был в районе 5-6 метров в секунду, я фиксировал с метеостанции, а сегодня больше 2 метров в секунду он не разгонялся, и это очень приятно, из-за этого не так холодно, как вчера. Это если говорить о моих субъективных ощущениях. Ну а теперь давайте-ка мы заглянем, нет, не на Воробьевы горы, но тоже на горнолыжный курорт. И посмотрим, что происходит с погодой там. Ну а теперь буду предсказывать погоду я, и даже без сурка, при помощи карт, карт атмосферного давления для начала. Итак, ситуация на сегодняшний вечер у нас следующего порядка. Смотрим. Циклон сместился с северо-запада к нашему региону. Ну циклон этот ослабевший и, мягко говоря, умирающий, и поэтому давление в его центре возрастает. А на востоке, европейской территории России, у нас зона высокого атмосферного давления, там доминирует антициклон, его антипод. Итак, смотрим дальше, как ситуация развивается. День субботы. Циклон тщательно деградирует, и мы уже во власти антициклона, зона высокого атмосферного давления. Днем, в воскресенье смотрим на ситуацию, да, уже барический гребень распространился на нашу региону, уже мы под ее влиянием, и давление будет возрастать и возрастать. Смотрим, что у нас будет с осадками. В субботу будут кратковременные осадки, непродолжительные по всему московскому региону. Это все из-за того циклона, который чуть-чуть оказывает влияние на нас по-прежнему. Вечером в субботу ситуация будет выглядеть примерно таким же образом. В воскресенье осадков будет меньше из-за того, что распространится барический гребень, зона высокого атмосферного давления. Так, давайте будем узнавать температуру. В Москве в субботу температура 0 градусов в столице, так же, как и на востоке. Минус 1 градус у нас на севере, 0 у нас будет на юге Московской области. В воскресенье будет чуточку холоднее. Минус 2 в Москве, так же, как и на востоке, и на юге Московской области. По единице у нас минус 1 градус на севере, и на западе Московской области пасмурно, небольшой снежок. Все, пока. Метеорологически всем привет. Меня зовут Александр Хохлов. Это погода на телеканале 360, где мы не только в теплой и уютной студии прогнозируем, а вот сегодня я на своем погодомобиле с метеостанции отправился бразить просторы Москвы. Я побывал в московском зоопарке, отпраздновал день кормления птиц. Узнал, что вот у огори, у селезней и уточек началась уже весна, потому что они стали сбиваться в парочки и посмотрел, как гуляют зебры. Хотя зебры, родина у них Африка, они в легкий мороз спокойно бегают по снежку. И, конечно же, я оценил видимость, которая с Воробьевых гор до Останкинской башни составила 13 километров. Ее было прекрасно видно. Температура колебалась от 1 до 2 градусов, влажность была 70 процентов и давление 744 миллиметра ртутного столба в среднем. Что я вам рассказываю? Давайте на некоторые моменты посмотрим воочию. Сами включайте. 3 февраля отмечается Международный день кормления птиц, потому что конец января, начало февраля – это по статистике самое холодное время. Да, сейчас не шибко-то холодно, но праздник-то мне очень понравился. И вы посмотрите, какое количество птиц за моей спиной. Я так понимаю, это потому что здесь праздник кормления птиц отмечается каждый день и по несколько раз. Но они, мне кажется, просто не знают, какая сейчас температура. Если я им скажу, они будут шокированы. Дорогие зебры, сейчас плюс 2,6 градуса под Сельсию. Не холодно ли вам после такой информации? Ой, так, он на меня как-то посмотрел, как-то не по-хорошему. Мне кажется, я его шокировал. Пытался я прокатиться, у меня не получилось. Крутой склон, нужна какая-то подготовка. Но, по крайней мере, именно в этом месте. Итак, давайте-ка я лучше вам спрогнозирую. Завтра вот снежок пошел, наконец, с ним поприятнее. Ну вот и давайте прогнозировать. Но начнем мы с сегодняшнего дня и посмотрим, что у нас с атмосферным давлением. Циклон, который к нам пришел с северо-запада, ослабевает и деградирует. Давление в его центре увеличивается. И вот можно наблюдать антициклон на севере европейской территории России у Кольского полуострова. Запомните его. Так, смотрим, что будет у нас завтра. Днем в субботу циклон сместился к Черному морю, ослабел окончательно. А тот циклон, который из Кольского полуострова, сместился чуточку южнее. Давление у нас будет подниматься. Смотрим, что будет в воскресенье. Итак, у нас образовался барический гребень, который пустил вот этот антициклон. Давление у нас будет все больше и больше. Смотрим, что у нас с осадками будет происходить. Утро субботы. Будут небольшие осадки в виде снега на юге, преимущественно, на Московской области и на северо-востоке. Вечером, в субботу ситуация развивается следующим образом. Также осадки у нас оккупировали юг Московской области. Но могут быть они и в других местах непродолжительные и малоинтенсивные. Так, утро воскресенья в студию. Пожалуйста, осадков становится все меньше и меньше, потому что давление у нас поднимается. Поднимается и тот циклон отступает, как я вам показывал, на юг. Утром воскресенье ситуация следующая. И вечером их становится осадков поменьше. Утром в понедельник будет их еще меньше. Но об этом мы еще много раз поговорим. А теперь давайте прогнозировать, что у нас будет с температурой. Оп, появись. Вот смотрите, субботу 4 февраля в Москве 0 градусов. Так же, как и на востоке. На юге Московской области минус 1 градус у нас на севере. И холоднее всего завтра будет на западе Московской области. День будет пасмурный. Небольшой снежок пройдет в воскресенье немедленно. Включайте, смотрим. Опа, холодеет. Минус 2 градуса у нас в столице. На востоке, на юге Московской области чуточку потеплее будет на севере. И на западе также день будет пасмурный. И будут осадки. Но поменьше, чем в субботу. Так же в виде снега. На этом с прогнозом в Москве и Московской области все. Но теперь самое время узнать, что же у нас происходит за пределами нашего московского региона. Смотреть давайте. Горнолыжные курорты Сочи накрыло снегопадом. На склонах выше 2200 метров высота снежного покрова составляет 144 сантиметра. За ночь сугробы подросли на 14 сантиметров. Еще неделю назад в Сочи испытывали серьезный дефицит в осадках. Мы рассказывали, как для исправления ситуации горнолыжный курорт приглашал сибирского шамана. Он должен был вызвать снег. А судя по этим кадрам, со своей задачей он справился. И вот вместе со снегом на горнолыжный курорт в Сочи заглянул бык. Каким образом он оказался прямо на склоне? Сначала было непонятно. Животное неслось по спуску на хорошей скорости, не замечая людей. В пресс-службе курорты успокоили. Сказали, что никто не пострадал. Специалисты быстренько выдворили быка страссы и изолировали. Он мог попасть в компанию лыжников и сноубордистов с Пастбич, который находится на территории Сочинского нацпарка. В пограничной зоне России и Грузии из-за сильного снегопада запретили движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ-Верхний Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации. Синоптики отмечают, что в ночь на пятницу по всему Северному Кавказу наблюдались обильные снегопады. Флагштоки вон. Их не видно. Флагштоки даже. Не видно ни флагштоков, ни соседних домов. Курильские острова накрыло мощным циклоном. Регион терзал ураганный ветер и сильная метель. На острове Кунашир пришлось отменять занятия в школах, а жители просили не выезжать за пределы населенных пунктов и лишний раз не выходить из дома. Но в такую погоду действительно не захочется высовывать нос за дверь. Аквариумные рыбки от такой качки не в восторге. Им же не объяснишь, что такое природный катаклизм. Момент землетрясения магнитудой 6.0 попало на камеры видеонаблюдения на Филиппинах. Люди максимально быстро эвакуировались из торговых центров. Обошлось без пострадавших. Землетрясения на Филиппинах, особенно в близлежащих океанических водах, довольно частое явление. Это обусловлено тем, что территория находится в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца. Американский народный метеоролог Срок Фил из городка Панксатони предсказал позднюю весну. Согласно обычаю, Фила, значит, рано утром 2 февраля достают из норы, чтобы предсказать ранний или поздний приход весны. В общем, если зверек испугается своей тени, побежит обратно, то зима будет длиться еще 6 недель. Вот так и произошло в этом году. Ну, Фил, скажи всем привет. А вот Сурок Филимон из приюта Белоснежки в Ленинградской области не согласен со своим американским коллегой. По его прогнозам, весна будет ранняя. Грызун не испугался своей тени и вообще был готов броситься в бой.